МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я начала говорить о технологиях коннективити, о технологиях транспорта и говорить о тех технологиях, которые в радиоканале позволяют передавать сообщения специфические для интернета вещей. Итак, есть несколько групп технологий. Есть существует... Да, извините, я сначала представлю участников. Значит, слева направо опять Дмитрий Лаконцев, Сколтех. Я его представлял уже в предыдущем круглом столе. Руководитель Центра компетенции в интернете вещей и беспроводной связи. Евгений Грин, компания Activity. Олег Саденко, представитель компании Корпорт Синтек или еще там... Синтек Корпорэйшн. Нет, еще там... Синтек Корпорэйшн. Ну, Синтек Корпорэйшн. Вы... Компания Декаст. Это производитель и оператор Сетилора. Да, или только производитель. Производитель сетчика воды. Как пример использования сети Лора. Владимир Шкварин, представитель компании МТВ, оператор сети Лора. Андрей Плавич, руководитель направления интернета вещей МТМ компании МТС. Максим Павлов, кармания Билайн, руководитель департамента службы по продуктам МТМ и интернет вещей компании Билайн. Все, давайте, значит, я еще раз коротко, я специально не готовил никакой презентации, чтобы не навязывать свое мнение, хотя здесь много чего могу сказать. Еще раз, у нас есть несколько технологий по connectivity, кроме традиционных сетей 2G, 3G, 4G, которые, безусловно, используются в существующем виде для интернета вещей и, безусловно, используются Wi-Fi для интернета вещей. Мы будем сегодня больше говорить о специфических технологиях, которые были специально разработаны для интернета вещей. Понимая ту специфику интернета вещей, что абонентов гораздо больше, чем в традиционных мобильных или фиксированных сетях, а больше не в разы, а в десятки раз, по крайней мере, так должно быть, для этого разрабатывается. И второе, часто передаваемые сообщения очень короткие, редкие, и в силу этого требования к радиосети совершенно другие, оказалось, что она должна быть построена совершенно по другим законам. Здесь, как бы, делятся на две группы технологий, одна группа технологий внутри частот сотового оператора, мы ее условно называем narrowband IoT, NB-IoT, хотя туда входит много разных стандартов и разных по времени, исторические и по функциональности. И вторая группа технологий вокруг частот свободных license-free, как бы, или почти license-free, в диапазоне вокруг 868 МГц. Здесь, как бы, с одной стороны, наибольшее развитие в мире – это сети по технологии LoRaWAN, и с другой стороны, есть российские стандарты XMB и, боюсь ошибиться, LBFI, которые… Я был ментором компании STRIGE в свое время, которая начала разрабатывать эти стандарты. Сейчас это две компании, которые, каждая из которых продвигает свой стандарт. Я честно пригласил коллег, но вот в последний момент они пришли. Ну, значит, сегодня у меня есть информация о компании VEAD, это вот технология NBFI, мне представили эту информацию, то есть она будет в доступе для всех участников. Итак, я предлагаю начать. Я предлагаю, мы начнем с технологии ТОТАИТов. Итак, у нас здесь представлены две группы технологий – LoRaWAN в лице операторов, производителей и оператора импорта, извиняюсь, все же телеком, и технология NBFI в лице небольших операторов, делаемые МТС. Ну, вот давайте начнем с технологии LoRaWAN, ну и здесь формально давайте поступим сначала к производителю ЧИБОП. Олег, только просьба очень коротко, ладно? Лучше мы потом потратим время на дискуссию, давайте каждый не больше пяти минут, ладно? С удовольствием, спасибо. С удовольствием, город, я понимаю, что пятница вечера. Как переключается? Правой кинет. В пятницу вечера я понимаю, что, наверное, детально будет углубление, что никому не интересен сейчас. И мне даже несколько неудобно, что у нас одним столом собрались практически представители одной технологии – LoRaWAN. Но в какой-то степени это показательно к тому, что я хочу в своей презентации и рассказать. Почему? И не поместились за столом, что Валик, вот, с кем-то сидит. Да, и даже не поместились за столом. Но, как сказать, я могу повторять то, что Сергей сказал, о том, что есть несколько классов технологий, которые используются, об этом, я думаю, все осведомлены в зале. То, что есть локальные сети Wi-Fi, есть у нас отличный круглый стол, как в соседнем зале, полчаса назад по поводу развития Wi-Fi технологий. Есть сотовые технологии, которые развивают несколько возможных вариантов стандарта с использованием традиционных сотовых сетей, сети операторов, в том числе и BioNT, которые, к счастью, присутствуют здесь, чтобы хотя бы какая-то форма дискуссии у нас происходила. И есть технология, или класс технологии, которые относятся к N1, Google Power, White Area Network, которые предполагаются как независимые сети, которые не связаны с сотовыми операторами, которые позволяют строить сети в нелецензионном диапазоне частот и разворачивать их достаточно быстро и недорого. Ну, давайте, наверное, еще, может быть, пару слов о технологиях. То есть можно, то, чего нет на слайде, и то, о чем мы прямо уже не сказали, то, что, условно говоря, технологии, которые используются под понятием N1, группа, группа можно разделить на два класса. Это ультра-НРУБ, это технологии, которые работают в очень узком диапазоне частот, и технологии, которые работают в противоположность в широком диапазоне частот. Это может быть интересно уже для инженеров, для техников, но это имеет имплементация достаточно существенное отличие потом, в том числе и коммерческие, на которых я остановлюсь чуть позже. Так в чем же все-таки, так как я представляю технологию ЛОРАЛА, точнее, представляю, извините, компанию Семтех, которая разработала саму технологию ЛОРА, ЛОРА – это физический принцип модуляции радиосигнала, и на основе которого уже был построен протокол ЛОРАЛА, который уже развивается и имплементируется большим количеством других компаний. Это не собственность компании Семтех, и Семтех является одним из участников этого движения, консорциума, ни в коем случае не влияет на его мультрационального развития. Поэтому, если мы вернемся к описанию того, что из себя сейчас представляет протокол ЛОРАЛА, имплементация интернета вещей LPWAN с использованием технологии модуляции ЛОРА, можно сказать, что на данный момент времени, и это уже, можно сказать, не статистически доказанный факт, это технология, которая является наиболее развитой или наиболее взрослой среди технологий, которые на данный момент в мире на рынке существуют. И присутствие за нашим столом такого большого количества представителей технологий ЛОРАЛА подтверждает этот факт фактически тем, что на каждом из элементов экспертизы, необходимой для построения, для имплементации проекта в реальности, существует большое количество компаний, которые в этом направлении работают, которые в конкурентной среде развивают этот рынок и совершенствуют технологию. Это ключевое отличие, потому что эта технология развивается с большим количеством компаний, и на каждом этапе, начиная от разработки производства датчиков, построения сетей различной емкости, различного формата, обеспечения безопасности, опять-таки, не только стандарты протокола безопасности, которые используются в протоколе ЛОРАЛА, и так далее, вплоть до аналитики искусственного интеллекта, в каждом из этих этапов участвуют различные компании. В чем ключевое отличие ЛОРАЛА по отношению к другим технологиям и, скажем так, в чем ее очевидные преимущества? Во-первых, гибкие варианты развертывания. То есть это может быть развернуть сеть, можно на уровне прошкакивной техники дворца пионера, или можно развернуть сети национального масштаба, как это делает ЛОРДИЛЬКОМ, и, в принципе, с точки зрения сложности это не является сильно большой разницей между построением этих сетей. Да, конечно же, есть специфика, есть создание уже дополнительных услуг, клаудов и всего прочего, но в целом, если мы говорим о том, что есть базовые станции, и есть какие-то конечные устройства, то кто-то в России строится достаточно просто и настраивается достаточно просто. Различные сервисы, модели, простота развертывания, быстрота развертывания, дешевизна развертывания, базовые станции, насколько я знаю, будет это отобраться от моих коллег, да, да, бегу-бегу-бегу-бегу. Открытый протокол непроприетарный, что мы не говорили, да, многие наши конкуренты, которых сегодня, к сожалению, нет. Протокол полностью открыт, и любая компания, может быть заинтересованной в этой технологии, может его использовать, в том числе быть участником изменения этого протокола. У нас есть компании российские, которые являются членом «Ура-Альянс», которые активно участвуют в том, чтобы спецификация для каждой новой ревизии «Ура-Альянс» протокола происходили с учетом интереса всех участников рынка, в том числе и российского рынка. Очень важно то, на что сейчас сосредоточено «Ура-Альянс», и опять-таки, ключевое отличие технологии по сравнению с многими другими, это функция геолокализации, которая реализуется без дополнительных затрат, вы не должны ставить ЧПС, вам нужно привязываться к каким-то сотовым станциям или еще чему-то. Это всего лишь дополнительная функция, которая позволяет, может быть реализована с использованием тех же самых ЧПС, тех же самых устройств, всего лишь, скажем, небольшими настройками фермы. Безопасность, различные протоколы, в том числе, возможность использования самых-самых древнейших протоколов, наших патриотичных, если у вас есть это желание, масштабируемость, возможность быстрого разворачивания сетей, опять-таки, довольно значимое отличие от многих альтернативных технологий, в том числе, там, ультрана РОПН, это двусторонняя связь, равноценная, обе стороны, ну и длинные сроки службы батареи, в общем-то, так, среднестатистическое устройство, вроде датчика воды или датчика протечки, живет порядка десяти лет. Основные отличия, это уже новые, некоторые новые направления, это обновление прошивок по воздуху, это мультикасс, который будет включен в новую ревизию стандарта, это уже положительный опыт массового деплоймента, есть города, в которых установлены по нескольку миллионов счетчиков, не счетчиков, а конечном устройстве, которое достаточно успешно... А какие, например? Я знаю, что есть в Китае, я не помню, порядка, в Китае пять миллионов устройств, есть в город, которые там... И много других реализаций, где-то сотни, там много, такое количество есть потребителей. Протоколы с открытым восходным полом я уже рассказал, но и различные вертикальные рынки, которые могут использовать совершенно различные варианты сервисных моделей от построения собственной каприитарной сети, самостоятельно, только для секретаря, для своего коттеджного поселка, или... От компонентов до бизнес, то есть, опять-таки, каждый из этих этапов, как я уже сказал, имеет внутри конкурентную среду. Производители чипсета, это не только синтепра, часто говорят, что синтепр здесь монополизнее. Правда, есть ряд производителей, которые производят чипсеты с использованием лоромодуляции, модули, уже сотни, если это, наверное, уже тысячи, десятки тысяч производителей, приборы, тысячи производителей, шлюзы, десятки, сотни компаний, серверы, но дальше уже мы идем на уровень интеграторов, которых, в общем, достаточно трудно посчитать. И экосистема, на который в объеме входит больше трехсот членов, порядка пятиста компаний, которые работают уже с технологиями лора, и все они являются контрибьюторами в развитие технологий, в развитие протоколов, в том числе, я вам рад, что даже на этой картинке, где далеко не все, компания Art Telecom представлена вслед за ЦИСКО, которая, видимо, чуть-чуть раньше успела опередить Art Telecom в вступление в аренции. Все, спасибо. Спасибо большое. Евгений Блин, компания Activity. Жень, только очень хорошая. Да, да. Всем добрый вечер, тоже вечер. Все, наверное, действительно думают, как бы пойти домой, так что очень приятно, что кто-то еще посидел до этого момента, несмотря на пятницу. Нет, вообще я считаю, что до шестивечера пятницы у нас рекордное количество. Согласен, согласен, я ожидал несколько дней. Тема горячая. надеюсь, что да, тема горячая. Как видите, я свою презентацию сегодня обозначил, что IT это уже зослый и не игрушка. Почему? Потому что, в общем, достаточно долго развивалась IT в целом, начиная, я помню, с начала двухтысячных, когда это у интел часто звучало, и вот тогда все что-то ждали, ждали. Ну, как-то вот не пошло тогда. И, в общем, долго это воспринималось, что либо как что-то для гиков такое, либо что-то это несерьезно, какая-то игрушка. Но вот сейчас уже ситуация, на мой взгляд, принципиально поменялась, потому что у нас уже достаточно большое, значимое количество коммерческих проектов, и все это уже видно, что и не игрушка, это уже пришло, не уйдет. Я здесь говорю, о имени компании Actility, вот, в частности, в столь быстро меняющемся мире, компания Actility видят свою роль в том, чтобы зажечь вот эту вот историю трансформации в мир с цифровым двойником. Если, может быть, вы еще не совсем слышали этот термин, это когда каждое устройство имеет некоторый двойник в цифровом мире. Благодаря этому можно строить значительно более эффективный, более устойчивый мир. это, если так говорить, глобально. И, в общем-то, мы видим, что LP1 технологии, они отлично подходят для того, чтобы туда войти и, в общем, упомянутая сегодня однократно лора 1 технология очень хорошо подходит на роль Wi-Fi для IoT. Как вы все знаете, и уже сегодня неоднократно говорилось про Wi-Fi, то есть Wi-Fi все уже привычно понятно, что абсолютно глобально никуда не уйдет. Мы, в принципе, верим, что у нас некоторый Wi-Fi для IoT. Ну, вот, это такой краткий пример проектов, которые по всему миру реализуются. Как вы видите, их весьма немало. То есть скоро уже будет полностью закрашено, наверное, наш зимой шарик. И наверняка эта карта чуть-чуть не совсем обновлена, уже наверняка что-то побольше, что я упустил. Ну, вот, конечно, пример, кстати, LoRaMiaz, где вот SimTech уже коллегу куда-то отошел, и наша струнная компания были инициатором создания. И уже растет, растет, и видите, присоединяются такие значимые сейчас компания, Alibaba, например, со своим собственным интересом, Google, и вот с краешку примозился, примозился Amazon сайдро, он-то на самом деле в альянс не вошел, но если вы следили за новостями, он объявил о том, что запускается Amazon вот эта технология сайдро без технических подробностей, не смотря технических подробностей нет, очень достаточно точно известно, что Amazon закупает массово чипы синтета, так что тоже о чем-то говорит. Сергей Львович периодически нас пытается столкнуть лбами, как вот разные технологии, вы на разных предприятиях говорите, вот, как же так, одна технология друг друга, неофобия, пойдем посмотреть, как технологии друг с другом живут. Так вот, живут они прекрасно, на самом деле, проблем нету, то есть, вот, дробецы видите, что в сегменте RQ1 на самом деле присутствует большое количество технологий, мы уже ждали, что мне не пришли коллеги с российскими флорными от Сипфокса, а я имею ввиду с уникальной российской разработкой, но есть технологии, которые всем известны, они, в принципе, одно, другую не исключают, и в этом есть современная действительность, что нам не обязательно воевать с другим другом. В статье Симтехр говорил более правильное слово, ультранные руки. Отлично, отлично замечательно, ультранные технологии семейские, совершенно верно, вот, кстати, и коллега вернулся. В качестве примера такие типичные сферы применения. Если вы посмотрите, здесь обозначено условно оптимальной технологии, хотя, по сути, в большинстве вещей, что можно, что одно применять, что другое, нету, такой большой разница. Конечно, у технологии есть действительно различия. Например, у некоторых технологий, как вы верны говорить, ультра-нерал-бэнд, практически отсутствуют даун-линки. Ну, или они работают, но с определенными сложностями. Но не всем даун-линки нужны, в общем-то, давайте смотреть прямо. У нас до сих пор наиболее типичное применение технологии это сбор информации со счетчиком. Одни отлинки. Ну, да, действительно, даун-лил-линки у меня беда у каких-то технологий. Зато все равно они работают. Ну, и действительно, если мы говорим про геопозиционирование, то тоже пока особых вариантов нету. Но, опять-таки, есть огромное количество применений геопозиционирования, и он не нужно. То есть, я все к тому, что мы живем вместе в одном мире, и мы нужно пользоваться разными технологиями, технологиями. Ну, кстати, вот об этом этот слайд, где мы показываем, что наша компания Activity разработала систему, где мы управляем одновременно и сетью, ОРВА, и путем подключения сети сотового оператора, а также берем на себя управление еще MPI-ки устройствами. Все в одном. Все вместе управляются от одной платформы. То есть, нет причины сетью, спасибо. Нету причину особо конкурировать, то есть, конкуренция, безусловно, она есть, от этого никуда не уйдешь, но и говорить, что вот сейчас одна технология все идет, убьет все сетью. Мы говорим сейчас не декориент, а технологии. Хорошо. Не рекламу компания, а просто технологии. Хорошо, хорошо. Тогда из интересного хочу отметить, тут в углу притаился такой вот логотип компании Hyper. Очень интересный стартап, который, извините, все-таки с поддержкой некоторой компании, которую мы сейчас выпускает спутниковый интернет, спутниковый интернет вещей. На спутники и на технологии Лора-Ван собирается обхватывать практически целыми. Посмотрите, весьма любопытная такая вещь. На спутники уже. Последний уже буквально свой. Значит, моя мысль о том, что все это уже не игрушка, а достаточно серьезное конечное применение, сводится еще к тому простому факту, что сейчас людям не очень интересно какая технология. Ну, в общем, она, по сути, это было интересно только на стадии, когда действительно было для ликов. Людям интересно, как заработать деньги, а что мне это несет. Поэтому не важно какая технология, главное денег заработать, потому что понятно, что рынок уже есть, он растет. По нашим ацентам, часть connectivity в реальных проектах составляет порядка 20%, а то может быть и меньше. Так что определяется... я склонен доверять. И в результате получается не так прямо уж принципиально что же будет выбрано. Главное, чтобы это было удобно. И упомянул все-таки, что в связи с этим многие начинают делать что-то свое или условно свое, или хотят что-то готовое сразу включить. Поэтому мы выпустили некоторый продукт, который позволяет сразу встраивать часть connectivity в новый проект, чтобы не сказать какие-то другие пути, а выпускать драма solution, который будет N-Plan, уже готовая часть заключается в connectivity. позволяйте завершить послушать спасибо. Мы продолжим в дискуссии. Спасибо. Спасибо. Теперь у меня такое предложение. Мы как бы с лорой как с лорой закончим и плавно, чтобы перейти к НГРТ и вообще мнение лобератора, хотя мы с лорой не закончили, я извиняюсь, еще давай послушаем Мертвяков как оператора уже, ладно? А потом Сколтех и Володь, несколько слов, я просто предоставляю слово руководителю департамента компании Мертвяков Владимиру Шквариеву. Но я сразу хотел сказать, что несмотря на то, что мы построили сеть War One и являемся оператором, мы начали к тому, что к этой проблеме таким образом, что нет технологии интернета вещей, которая закрывает все интересы клиента Анатагия. То есть здесь уже говорили о том, что сейчас на самом деле сама технология Анатагия неинтересна, интересное решение end-to-end и составляющая конъективность я вот немножко введение поправлю. Она вообще в принципе сейчас чуть больше 10% и планируется, что в дальнейшем будет составлять примерно 7-10%. Значит, то есть важно решение и мы в своих решениях сейчас используем нам приходится использовать кроме War One другие решения то есть мы совместно используем и проводное решение и 3G, 4G используем то есть все, что возможно мы используем для решения потребностей для удовлетворения потребностей клиента. но несколько слов о активе круглого стола кто выиграет я согласен что кто победит что такого понятия как победитель не будет будут соответственно конкретно ниши заняты я думаю что через какое-то время основную часть рынка дается визуально я вообще понимает почему это будет рынок значит но и существенный рынок остается залоговый план и как ты думаешь какая доля вот сколько процентов я думаю 20-30 процентов 20-30 процентов есть решение кроме медико озвученных есть допустим куклы решения которые но кстати 25 процентов это учитывая я думаю что там как бы сам участвовать часть вот я мы с Дмитрием участвовать на первую ссылку он пойдет назад буквально там в двух сессиях одна по пять не было как он пройдет на вторую я снимал показывал там слайды прогноз что в этом биодит в мире к 23-26 году он стал дать процентов 40-45 вот то есть в России я думаю что все-таки у биодит будет больше процентов чем 45 55 процентов так что понятно что покрытие есть российские стандарты XSB прости за них XNB и NB5 я буду ко всем есть ограничения попытка создания своих чисто российских решений имеет определенную другость минусы плюсы плюсов пока еще сложно говорить а вот минусы они мы обсуждали вопрос на конференциях которые деньги собирал там мы снова говорили что вообще лучше ли с и и использовать наработки И если мы говорим о том, что рынок 5G ограничен в России, то рынок КВТ еще больше ограничен, потому что количество базовых станций, если в 5G определяться будет сотнями, наверное, тысяч, то количество базовых станций, ну, 50 тысяч дает, ну, по каждой технологии я имею в виду, а с учетом ограничения рынка, то есть конкуренции, то есть это будет вообще. Мы сейчас находимся под условием, что в следующем году Толстой используется российская оборудовка. Разработка чистого от российского оборудования, то есть то, что называется по-настоящему российским, оно просто невыгодно, потому что нет рынка сбыта для того, чтобы... Но это же закон никто не отменяет, да? Никто не отменяет, но мы будем находить выход, то есть в зависимости от того, как степень, ну, как будет определяться... Олег, а есть российские производители, кроме Бегия, еще какие-то? На самом деле... Производители чего? Базовых станций. Базовых станций, да. Кроме Бегия. Нет, вот оконечное оборудование, без учетом комплектующих, то есть процентов 90 мы сейчас российское используем. То есть процентов 90 оконечного оборудования нет российского. Вот, с точки зрения базовых станций, значит, это МЕГА, это Ростех ведет... НСГ еще было. А? НСГ, я говорю, роды еще. Вот в Чинапинске еще забыл, когда там поетов... Значит, это Ростех сейчас ведет с тем же этим... Не то, что это... Скалирово ведет переговоры о локализации производства. Ну, и есть разработки, насколько они будут комплектоспособны, это вопрос. Вот, ну, Бегия, я думаю, что сделает хорошую базовую станцию, с учетом того, что... Если вы позволите прокомментировать, то из наших производителей базовых станций, ВЕГА, так как базовые станции, в отличие от конечного оборудования... Мы думаем о новосибирской компании, ВЕГА абсолютно... ВЕГА, а базовые станции, производители базовых станций должны проходить сертификацию в УРА-Альянс в центре Гринобля. Ну, по-хорошему, да, если соответствовать всем стандартам УРА-Альянс. Да, если соответствовать стандартам УРА-Альянса. Производитель может сам выбирать, проходить или не проходить этот сертификат. ВЕГА абсолютно проходила сертификацию своих базовых станций, сейчас работает нашим вторым поколением, и показать, то есть они не просто ее прошли, то есть она абсолютно совместима, абсолютно их проходит в базовыми станциями, она прошла с очень хорошими показателями качества и, в первую очередь, радио. То есть это можно подчеркнуть. Есть несколько других производителей, у которых я знаю только... Я не уверен, что я имею полную информацию, я знаю только одну, которая прошла сертификацию, и еще знаю трех производителей, которые не проходили сертификацию добровольно, не стали просто это делать. То есть если говорить о стандарте, то ВЕГА будет один полностью соответствующий... Но здесь опять вопрос, на какой уровне локализации будет требование российского оборудования? Потому что комплектующие мы, конечно, не сделаем. То есть если все остальное, то будет, то комплектующие, понятно, что мы не сделаем. Ну, это продолжение предыдущего круга стола. Да, 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 абсолютно. Ну, вот вроде все. Спасибо вам. Я тоже там комментирую. Коллеги, я сейчас выступлю с неожиданно немножко стороны. То есть я не вендор и не оператор, а университет, который занимается разработкой. И я бы сказал так, два самых правильных слова, которые здесь ведут к победе, или вообще на самом деле к рынку и так далее, это следующее. Первое, это открытые стандарты, которым, например, в Сумбе не является. Я просто нехорошо, но как бы все, надо говорить, как есть. Это открытые стандарты. Да, но в случае других стандартов люди не могут объяснить. Потому что как только вы делаете закрытый свой российский местечковый стандарт, это сразу жесткое обращение своего собственного рынка к обрезанию себе совершенно узкую, выгоняя из себя какую-то нишу. Как бы не ингредиентно, на самом деле. И второе правильное слово – это комьюнити. Комьюнити, которое вашим стандартом пользуется, поддерживает, развивает свои продукты, самые неожиданные порой. Вот на спутниках, вот мы сейчас просмотрели, да. И за счет этого стандарт живет, за счет этого появляется все больше и больше устройств поточечного стандарта, вот оно развивается. Если говорить про область чистотехнических делений сейчас, не по бизнесу, а технических. Чистотехнические есть нейробенд и ультренеробенд. Есть грубые топлива от делений. И в нейробенде есть две технологии, на мой взгляд, хорошие, даже сказать, отличные, которые этот нейробенд чистотехнический делит. Первый – это нейробенд IT, операторская технология, подлицензированный спектр, со всеми плюсами и минусами, гранцами технологии. Если открытость у нейробенды есть, здесь, пожалуйста, скачивайте, смотрите вот на стандарты. Другой вопрос, чтобы повторил, кому узнавато, но тем не менее, стандарт есть открыт. Второй – комьюнити. Есть и комьюнити на рынке модели. Есть операторская комьюнити и 3GDP, которые жестко продвигают, моделируют на рынке и так далее. Про ROOM, ровно то же самое. Технологии, которые технически более-менее в одной и той же нише находятся. Ну, я имею в виду сейчас технически, сейчас с ней комьюнити чистка. Вот если посмотреть скидывание разработчика, то это там похожие полосы, там, подлингами похожие, подходят и так далее. Конечно, со своей спецификой. Понятно. У Лоры есть ли открытость? Да. Отличная открытость. Есть, конечно, чип один внизу, который там. Но тем не менее, он тоже, в принципе, он как бы запатентован, но ничего совершенно естественного нет. Лоры открытость, давайте все-таки, с упражнением оговорками, это так и есть. Если открыт комьюнити у Лоры есть, и причем комьюнити у Лоры отлично, оно не лоббитское, вот такое, такие же такие там операторы, а именно открытое, ребята, заходите, скачивайте, запускайте, встраивайте, строите свои продукты, поддержка и так далее, и так далее. И теперь конкретно она. Мы как бы решили внести свою реакцию, посмотрели вокруг, чего же не хватает. Не хватает открытого, вот такого ультернера нужна. Вот есть Rdify, но он по некоторому нему. Вопросы нам не очень нравится. Мы решили сделать свой открытый протокол ультернера. Именно почему? Потому что это отдельная, маленькая, небольшая ниша. На самом деле ультернера ниша очень небольшая, есть странные слова, и с мэрландой агит. То есть есть еще третий российский стандарт? Давайте я сказал, унилби, да, но давайте в таком просто случае, унилби, потому что мы сейчас разбираем, тоже униски, как национальный проект, национальный стандарт, но вот я не хочу подчеркивать, в данном случае, российский, и не хочу подчеркивать отечественные, потому что цель не в этом. Идея была в том, чтобы создать открытый нишу, открытый стандарт для ниши, который сейчас занимает Сипфокс, да, Сипфокс полностью закрытое, притекальное решение, которое еще и продается по модели оператора. То есть компания сама строит сети, продает вам возможность книг-то цифровой сети и книг-то модельнички. Так вот, у нас идея сделать открытый ультернер-рабан протокол, мы сейчас его делаем первый же унисский стандарт, на публику там по-разному поругали, говорили, значит, тот, кто сильнее всего поругал, присоединился сейчас нам помогает, так что, вроде дела идут. И второе, мы хотим повторить успех и, в принципе, повторить то, как видите, что мы решили сделать вор, это открытость, это открытая реализация и готовые прошивки под открытые платформы, которые можно купить, чтобы тот человек мог скачать, допустить и использовать. Понятно, что это не будет профессиональной цифры, потому что надо, давайте не будем мукаять, если хотите профессиональные цифры, получить дальность и прочее, надо делать все-таки профессиональный аппаратом, но одно другому не мешает. И вот, на мой взгляд, если получится повторить, мы сейчас сразу ориентируемся на международный рынок. И вряд ли это прям бизнес-совый проект, потому что ниша уже больно узкая, он, скорее всего, не будет прям жестко так покупаться, то есть, вор, это там, кисло, гораздо больше ниже, чисто бизнес-совый. Но вот мы сейчас его делаем, поддерживаем, и в следующей версии мы сейчас работаем в группах с экспертами по разработке различных участей. Перейдем на английский и испанский и будем в течение 20-го года активно развивать комьюнити и продвигать футарм. Так что, до свидания. Спасибо, Илья. Коллеги, теперь я хочу перейти к выступлениям наших мобильных пиратов только вот в ком порядке. Ну, давайте, Андрей послушаем. Ну, давай, Андрей. Андрей Славич, как правило, это есть. Эти можно с тобой, да? Ну, я кратко, совершенно кратко выступлю. Ну, идет обсуждение разных технологий. Технологии. Ключевое, на самом деле, если посмотреть, кто победит, наверное, классически, если посмотреть на развитие связей, побеждает тот, у кого есть связь. Что есть? Кодом. Связь. А. Ну, то есть, вы пользуетесь тем, что имеете. Если есть Wi-Fi вот здесь сейчас, вы пользуетесь Wi-Fi, да, здесь на украинской конференции. Есть сопер-связь, вы имеете кодом. Если его нет, мы идем. Вот. То есть, фактически, здесь ответ просто один. Ключевой моментом является то, чтобы была услуга. Была услуга, чтобы я там, где мне нужно, пришел, услугу получил, ее использовал. Вот. Наверное, это и есть ключевой момент, который поделяет на текущий момент рынок. То есть, созданная возможность рождает ее потребление. Вот. Поэтому, если говорить про саму технологию, понятно, что и LoRaWAN, и BIOD это новые технологии. В первую очередь, это энергоэффективные технологии. Сегмент этого рынка появился сейчас в развитии интернет-вещей, когда появилась потребность в гигантском числе устройств. То есть, идея технологий, мало данных, я сейчас, именно с точки зрения бизнеса, а не тонкостей, да, мало данных передавать, но при этом, чтобы устройство жило до года на батарейке, плюс было высокое проникновение. Потому что эти устройства планируется ставить везде, где только может подрекаться, в подвалах, там, счетчики разные, датчики, на коровах и так далее. Вот, ключевые плюсы этих технологий так понятны. В принципе, наверное, подробно на этом основном смысле нет. Что на текущий момент есть в NorrowBand IT, и что мы стараемся сделать, не просто создаем возможность. На текущий момент у нас уже есть коровое покрытие во всех административных районных центрах, там, более 60 регионов коровое покрытие. В целом, в стране уже больше 25 тысяч базовых станций. Оба наши карты опубликованы, у нас есть. 25 тысяч базовых станций, которые поддерживают... NB-UT, да, совершенно верно. NB-IoF 25 плюс тысяч базовых станций NB-UT сейчас в стране есть. Сеть активно развивается. Мы сделали специальный тариф, ориентированный на эту сеть, потому что классический тариф совершенно применим. Здесь данный код, копейки, настолько копейки, что у нас франциссы даже не говорят. Мы смешно. Типа один микробайт, Смешно. Вот. Делали специальные сим-карты для того, чтобы люди не путались и понимали, что эта технология все-таки не два же, и масса. Ну и плюс мы делаем окружение для всего этого, чтобы были платформы управления симками, управляем платформы управления устройствами, сами приложения. Это все уже есть, все прекрасно работает. Ну и кратко скажу, что на текущий момент уже активно пошло применение. Я не стал здесь много поводить, и вообще презентацию очень маленькую делаю. Вот. Хотел сказать, что активно, конечно, очень будет применяться в сфере ЖКХ, да, понятно, что этот сегмент сейчас ельпостребован, это наиболее крупный сегмент. Я на самом деле сделал по применению, всего пару слабил, отобразил ключевые, наверное, сегменты, на которые сейчас все производители ориентируются, все производители письмо. Порядно, что сбор всяких показаний воды, электричества, газа и так далее будет активно использоваться. Сейчас мы активно уже ставим счетчики, на которых есть NBI-йод, со встроенным NBI-йодом, используем устройства, которые позволяют подключить RAS-485, импульсным входом счетчики собирать. То есть это активные проекты, которые уже пошли, которые сейчас используются, реализуются. Есть, соответственно, второе направление, самое крупнейшее, в котором много интересов всех будет от умных города. Управление освещением, всякие экологические станции экомониторинга, трекеринг, грузов и прочего. И так далее. То есть применений много, я не стал выводить здесь все, естественно, юскейсов у нас уже много больше. И в реальности нужно отметить, что сейчас применение сводится к тому, что если эта технология присутствует на той территории, где клиент хочет попробовать, то неактивно это пробовать. Для сельского хозяйства используется сейчас, мониторинг коров каких-то и так далее. Для добычи используется сейчас для сбора контроля утечек, контроля проявления нервной системы города. То есть, соответственно, применений огромное количество. Это сейчас активно развивается. И ключевая задача здесь, чтобы охватить как можно больше рынка, чтобы клиент легко мог воспользоваться там, где ему нужно. Вот и все, ключевая задача. Скажу честно, изменение, какое у нас произошло, если там, когда мы только начинали строить сеть года полтора назад, придешь к клиенту, ну давайте попробуем. Переговоры ведешь, расскажешь, да, интересно, да, давайте. Клиент, ну, да, вы хорошо рассказали, а сеть-то есть, можно попробовать. Ну, мы под вас сейчас станцию поставим. Ну, мы подумаем. Сейчас приходишь, говоришь, ну давайте попробуем. А сеть-то есть, да, есть. Пошли пробовать. Примерно, наверное, как за Медо, да, металличка есть, есть, пошли задать. Вот, то же самое, сеть есть, есть, тогда идем, тогда пробуем. А раньше все, ну да, мы подумаем, тут же вам еще строить. Могу попробовать, бурдаки не будут. Вот, наверное, основное, что я хотел сказать, мы сейчас активно, естественно, там сделали тестер на биоид сети, можно посмотреть на наличие, это делали для наших продавцов, чтобы легко показать, есть и нет сети, чтобы можно было с дешевым прибором, там, прийти, посмотреть наличие здесь, подвале, еще и так далее. Вот, то есть, ключевой момент сейчас, на мой взгляд, всего этого, это создание такой возможности, наличие этих сетей, чтобы, ну, легко взять, попробовать и пользоваться услугами, решать те задачи, которые у него стоят. Ну, вот, наверное, основное, что я хотел сказать, идти там в сравнение технологий, я не вижу смысла, они все интересные. Но все-таки, вот, не сравнение технологий, вот на сети МТС, вот, вопрос не совсем торрентный, но все-таки, 100% технологий эндберет, или вы оставляете место для других технологий, там, где нет покрытия, ну, и даже разговоры, просто. Ну, если брать направление интернет-вещей, в принципе, у развития, мы рассматриваем все технологии, спор, общественные, те, которые представлены здесь, и оптику, и так далее, потому что интернет-вещей, он не ограничивается только на эффективные устройства. Есть сейчас интеллектуальное видеонаблюдение, да, есть решения, аретки, которые применяются, для которых нужны каналы очень высокой скорости. Вот, если брать энергоэффективные сети, да, почему нет, когда-то можно где-то применить лору и другие вещи. Мы же применяем Wi-Fi. Хотя у нас есть сотовая сеть, но Wi-Fi мы применяем. И активно, да, но вряд ли вы сейчас найдете желающих построить оперативную сеть Wi-Fi на какие-то города и начать на этом коверические услуги академы. Но при этом Wi-Fi активно применяется, да, например, для у себя дома стоит и так далее. Поэтому говорить про технологии у каждой своя мишка. Ну, у Лора тоже есть своя мишка, никто не закрывает. Все технологии в каком-то виде могут применяться. У нас просто для сотовой связи самое оптимальное это взять и использовать на тех же станциях, где построим классическую сеть, на робо-энтоветике. Вот. Но при этом мы не отлетаем другие технологии, естественно, мы можем применять. Но именно там, где это нам интересно, где это экономически целесообразно или закрывает какие-то потребности. Но опять же могу отметить, что по общению с клиентами очень часто их потребность не ограничивается сбором показаний сащения. то есть как только ты приходишь и говоришь ну давай я тебе на объекте там нет сети мы тебе поставим там на робо-энт будут собираться еще что-то. Там с сельским хозяйством говорит она сразу а знаете а у меня еще трактора-то сейчас становятся беспилотными а это как вы говорите ну те же станции где-то тут беспилотные трактора а видеонаблюдение на них сможете поставить? а еще вот у меня тут задача там с коровников что-то собирать информацию надо кричать ну и это будет то есть одна базовая станция закрывает весь спектр потребностей а не только эти поэтому эффективность использует технологии на гуристиках еще отредляется потребностей ну а как тогда насколько вообще скажем так не столь плотно населенным не столь плотно населенной местности эффективно использование глии с этим связано насколько это экономически обосновано здесь понимаете здесь определяется естественно юзкейс я перевел сельского хозяйства мы общались с людьми кто в этой специфике очень погружен ну например по их оценкам внедрение без пилотного комбайна который ездит увеличивает эффективность сельского хозяйства плюс 20% мы им говорим ребят вы готовы ну задатку нести совместно что у нас все это они говорят ну вот сейчас почитаем да готов и тогда это начинает вполне скастаться если говорить просто что мне нужно расставить собирать с пяти датчиков нет это понятная идея но когда ты смотришь на комплекс и на самом деле айот он рождает когда ты погружаешься в эту тему начинаешь понимать что не охватить это огромная вещь здесь нужно очень много разных эксперт с тем же сельскохозяйством говорили для меня там все идет сеять разбрасывает семена привычные с ней говорим она говорит нет знаете нам нужно с комбайна контролировать глубину в миллиметрах посев миллиарда приходит говорит сегодня в этом году нужно срать на 4 миллиметра мне нужно чтобы большинство семян сели на 4 года на 4 миллиметра да я говорю а почему посеять на 3 миллиметра потеря урожайности еще больше говорю а безпилотный транспорт на чем сэкономить то есть банально первое что приходит на ум компаньеров уволят но они котельки стоят почему на чем экономить объясняю я тоже не спец в этом я со слов все скажу а когда вот ездят обычные компаньеры они то так проехали то вот так возникает проминаемость почвы они говорят каждое сельское хозяйство отчисляет какие-то там налоги от ну налоги какие-то специальные отчисления по поводу там каких-то парниковых что-то такое она объясняла а это как раз определяется в уровне этой сходы плюс проминание почвы умирает урожайность чем больше промеж тем хуже а безпилотный он говорит он идет четко у тебя проминание почвы сокращается на определенный серьезный процент и вот это дает очень серьезную экономику в их средственном хозяйстве по урожайности ну для меня это вот вот ты слушаешь человека и говоришь да и как она говорит я вам по счету слышу это как из будущего занятия нет это вполне реальные проекты человек хуже хуже чем машина скатывает землю что за прет это не только в комбайнах любой транспорт газовикам идет они платят вот я говорю я в этом не спец я рассказываю то что мне признавались но можно вопрос которые в отрасли погружены скажите а в чем смысл МТС строить отдельную сеть вот эту вот как МБИОТ она не один она она поверх ЛТЕ это те же самые поверхности она внутри ЛТЕ а она внутри ЛТЕ да внутри ЛТЕ просто вы сказали что ЛТЕ давайте кратко расскажу как реализуется ЛТЕ чтобы было понятно это инергоэффективная сеть которая придумана GPP Альянсом как раз для реализации энергоэффективности чтобы устройство на одной металике жило там 10 лет взяли базовые станции те же самые ЛТЕ соответственно придумали механизмы энергоразбережения там есть PowerSafeMod и прочие механизмы если посмотреть какие там ссылки презентации были на нашей статье вот и делается это очень просто это выделяется дополнительный диапазон числа там 200 кг на той же самой базовой станции ЛТЕ и внутри этого диапазона поднимается специальным образом настроенное вещание сети NBIT которое производится LPWAN внутри лицензионного сотого диапазона числа да то есть та же самая базовая станция ты просто лицензия обновляешь софт выделяешь это софт вы с др режимом это включается внутрь модуляции базовой станции хорошо а на чем НТЕ зарабатывает в принципе и вообще что от этого дает потребитель чем просто обычные ЛТЕ симки те же трактора да предположим ну что будет там копейки я вам так скажу что если посчитать выигрыш от бита переданной информацией например в ЛТЕ и в интернете вещей то я думаю что в НБИТ это будет в тысячи раз больше вот цена одного битой информации я думаю что я не проб не сказать что у вас цены отличаются в этом НБИТ в разы там просто от трактора диннеллер для чего это нужно еще раз чтобы было понимание для чего нужна НБИТ для чего нужна Лора и чем они отличаются от того же Wi-Fi почему делают это Лора понятно это отдельный скоростной энергосберегающий протокол но здесь же получается вы используете существующие сети Без ЛТЕ нет этого протокола вы пользует ту же сеть естественно с базовой станции но сеть работает сети вы дешевле берете за трафик трафик это же чрезвычай Ваш коллеги пойдемте дальше я предлагаю эту дискуссию продолжить у Вас по 7 или по 7 и 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 по 7 нет у нас развернутся по стране в 800 и по 8 и по 8 в зависимости от региона Ребята давайте дадим Билайду тоже высказаться на вопросы но не очень коренько не давайте а тем вопрос надо и Билайду вместе давайте вместе да Максим тоже давайте я не решил Максим Павлов компанией Билайду Билайду Да нет ну что мы Билайд давайте Билайд да мы же Билайд отразделения бизнес-единица Россия Билайд Билайд и традиционный Билайд Билайд да ничего жаль мне Сергей думает что мы не видим представителей SRT и там два нас я допутаюсь как это называть проект и компания Билайд печально они как-то вместе выступают очень интересно зажигает публику активные ребята вот ну ладно вы сегодня обострили на самом деле изначально я помню там тему была кто победит вот сейчас с Локаном ушло ну ладно я думал будет очень интересно хорошо давайте я на самом деле вопрос остается кто победит ну хорошо расскажу кто победит давайте вернемся к действительности да я знаю что победит важно да нет я тоже так и скажу вот победит разум я считаю разум будет так и объяснял а смотрите коллеги где вот ну когда я в свое время пришел на текущую позицию то есть у меня была задача вот есть рынок Монтуэм а рынок Монтуэм я занимаюсь с 2010 года и активен на уровне штаб-квартир компании 2012 года значит вот надо выбрать технологию связи которые позволят развивать наш бизнес я посмотрел на разные технологии посмотрел как они работают на самом деле спрашивают как оператора связи который занимался 3GPP компанией микрофон они первыми это сделали поиграли и подложили в сторону вот интересный послушайте опыт потому что он очень интересен я не буду рассказывать как бы пикте значит второй шаг когда мы посмотрели внимательно на список технологий который сейчас есть понятно что у нас есть инфраструктура и понятно что есть законы физики есть законы экономики это два еще закона выполнительных которым нельзя выпросить из текущей жизни а дело в том что когда мы начинаем смотреть на какую технологию мы понимаем что это радио сейчас IT это радио по большей части о том о чем мы сейчас говорим вот для радио нужна инфраструктура ну соответственно нам как оператором связи что проще запускать то что уже на текущей инфраструктуре это значит что что если есть инфраструктура значит я потратил какое-то количество денег ну в режиме опта потому что инфраструктура большая договорился с крупным поставщиком и получил определенную там лицензию раскатал по сети получил недорогое решение бам первый гость в крышку открытых технологий почему ну потому что определенно если мы ставим базовую станцию в промышленном ну то есть в городе в каком-то населенном месте то сейчас если вы посмотрите на ценники размещения позиции базовых станций в любом городе окажется что может быть именно аренда позиции под базовую станцию сколько дороже чем сама базовая станция в городе это операционный расход бам следующий этап когда мы посмотрели на то же самое ну то есть понятно что у нас есть одна позиция но там же остается ну как бы не получается не срастается кейс потом взяли посчитали кейс и посмотрели по цене ну если кто-то смотрел исследование рынка М2М да какова там в какой средней цене так скажем самого вот этого услуги связи вдруг оказывается что он где-то 50 рублей ну это так это средний так скажем в зависимости от исследований потому что реально говорят что 25-30 ну то есть как бы себестоимость ее настолько уже низка уже люди так привыкли работать на традиционных каналах связей чтобы прийти с новой технологией и сказать здравствуйте новая технология вы будете отправлять меньше данных это будет замечательное классное решение но надо платить 100 рублей вот вот примерно такое выражение лица у наших лет что а зачем мы тогда нужны это самый коронный вопрос тогда зачем этот вопрос я кстати слышал от компании РусАгро когда мы с ними общались там вот они наоборот там вот кейс лоры он там приемлем поэтому я всегда говорю я не хочу заниматься с ним хозяйством не не там много у них бизнеса я вот с той встречи сходил нельзя говорить свинарник надо говорить свинокомплекс они обижаются вот поэтому я считаю что и мы движемся в этом направлении для компании то что действительно то о чем мы говорили до этого я вот слышал как раз от Сергея Ильича сегодня то что каждый технологий найдет свое применение да кто победит то победит тот кто будет разумно оценивать свои силы свою экономическую эффективность и какие-то свои там мощности дело в том что рынок в России он ограничен когда мы видим замечательные вот эти прогнозы там в потолок там он там у нас столько-то миллионов устройств я когда смотрю надо просто сесть и посчитать значит вот услуги связи там пусть будет 30 рублей ну я так очень грубо говорю да 30 рублей так положили туда а тут столько денег нет просто нет почему нету потому что айти это бизнес-процесс вот знаете я вот когда пытаюсь людям объяснить что в айти ну именно вот серьезно объяснить там с камерными лицами ну ребята это бизнес-процесс непонятно как связь там девайс какой-то относится к бизнес-процессу очень просто в россии у нас очень плохо с юзеробилити это вот прям вот проблема почему вот могу вам объяснить на простых словах все ездили на отечественном автопроме все да скажите у кого есть лады веста тоже не у кого да я вот уверен что многие из вас сейчас скажут что лады веста это плохая машина нет уже нет вот когда я в пятнадцатом году как бы пришел он сел в ладу весту пришел на работу сказал ребят вообще на машине вот так вот вообще лично никто не поверил знаете почему когда Бупа Андерсон пришел он посмотрел какой значит прошелся по заводу это известная легенда прошел по заводу посмотрел на стоять туалет и сказал так коллеги знаете что у них сейчас выходит представитель производитель автомобиля сначала вычищать туалет он занимается делом причем ну потому что надо признать свои ошибки их исправить да и начинать как-то работать вот проблема всего IT в России это бизнес-процесс дело в том что это бизнес-девелопмент это бизнес-анализ в первую очередь поэтому когда мы замечательно сейчас покажем кучу решений замечательно вообще спрашивали клиентов их-то что поспокоит ну просто вот мы берем вот Лору там начинаем объяснять людям как им надо передавать данные вот сегодня я слышал что там Лора может передавать данные совета счетчиков что на самом деле канал вверх никого не интересует вы спросили какой-нибудь вот сети вообще-то интересуют я вам отвечу интересует потому что у них есть протокол с подвес это 498 параметров которые они хотят загружать разово представляете себе дум 300 приборов учетов которые разово загружают с подвес ну по правой сети известно но я говорю о реальных применениях сейчас если мы отталкиваемся от реальной жизни и от того и какие есть хотелки и пожелания это тоже не всегда регулирует одно хорошо у нас 2 фазы знаком нет почитайте хорошо там есть еще классная тема вам очень понравится помимо электросчетчиков у нас есть еще разные другие счетчики которые тоже используют я вообще не про электросчетчики я говорю правильно еще есть газовые счетчики там есть господин Козов которым тоже как сказать попросить его разобраться с этой сферы ну ладно в общем я сейчас говорю о том что на самом деле есть ряд вещей которые нужно учитывать а именно конкретно вещь это то что в отрасли есть свое понятие о том как надо передавать данные в каком объеме и приходить со своим уставом в этот монастырь бесполезно ну потому что это неэффективно неэффективно нам неэффективных легенд вообще на самом деле вот как говорит наш директор по крупному бизнесу когда его спрашивают вы чем занимаетесь мы вообще мы стараемся помогать своим клиентам ну почему потому что это некая услуга передачи каких-то данных с точки А в точку Б какой технологии это делается это не важно потому что это было эффективно и выгодно нам и вам да соответственно приговорил один мой преподаватель финансовый он сказал финансист это такой человек который должен быть большой большим желанием помогать людям и оттруизм это очень такое спорное замечание но очень забавное да надо а у вас техническая конференция да техническая конференция но техническая конференция техника без денег как бы никуда не ложится вот у меня единственный слайд который объясняет на самом деле практически весь рынок и говорить о технике можно в следующем формате первое что нужно понимать о любой технологии беспроводной а Сергей Львович нас спросил сегодня не погружаться в свои продукты я вот честно могу сказать вот исследование где-то исследование рынка компании да вот она считает что в России с целого как они говорят да то есть сотовых технологиях связи будет где-то порядка 6,67 к миллиону в 2022 году как мы видим я специально кстати так сделал да то есть у нас есть слева технологии лицензируемого спектра и справа нелицензируемого задачи можно решать по-разному вот но смысл дойдет то что технология должна быть первая а эффективна б коммерчески выгодна и оптимизирована поэтому когда мы говорим на технической конференции у нас есть куча радиотехнологий связи там решений все это разбивается а столб бизнес-кейс вот если у вас эффективная технология тогда у вас будет рынок кто победит тот кто будет экономически эффективен а экономически эффективна будет та технология которая обладает низкой себестоимостью приемлемым качественно отличает отраслевым стандартом у меня все спасибо большое теперь перед вопросами еще у нас осталась одна презентация компания Декаст это производитель на самом деле пример просто производителя как раз говорят телекоммуникационным языком абонентского оборудования а простым просто счетчиком воды добрый вечер коллеги я как раз мне кажется логично завершу выступление коллег начнем выступление с вот этого тезиса то что технологии они в принципе на начальном этапе все равны и я вам расскажу о том как наша компания производитель приборов в том числе наш самый крупный потребитель московский водоканал самый приоритливый вот когда речь зашла о том что данные можно передавать по воздуху в данном случае по радио мы обратили внимание также как и коллеги на технологии которые присутствуют в принципе в нашей стране и вот я скажу сразу что со всеми технологиями мы изначально работали у нас были переговоры с компанией в том числе стриж достаточно долгие переговоры которые ничего не привели потому что компания сама по себе что мы разговаривали со всем и с руководством и с инженерами то есть мы именно как две инженерные компании собирались выпускать какой-то общий продукт поскольку мы производите счетчиков воды конкретно то мы как раз про эти отраслевые стандарты про которые коллеги заявляли и говорили что этого стандарта UNB его просто не хватит для того чтобы обеспечить ну вообще в этом стандарте в частотном диапазоне UNB недостаточно будет для того чтобы обеспечить подвергности всех тех кто использует водные счетчики тем более теплощетчики но про электрощетчики мы даже не говорим соответственно вот эту технологию мы в принципе отмели и оставили у них в разработке дальше мы обратили свой взор на две технологии ну кроме того что он закрытый стандарт что в принципе закрывает возможность участвовать в самой разработке только с их разрешения только с их позволения и так далее и так далее значит не сговаривая с коллегами все те же самые минусы которые они сказали на слайде присутствуют количество разработчиков закрытого стандарта ограниченного и вдруг вот этих стандартах тысячи по всему миру то есть он развивается всегда и независимо от воли какой-то одной компании мы выбрали два направления вот в принципе с которыми сейчас и работаем вот но начали мы свою разработку именно с лоры я объясню слайд объясняет почему значит это практические цифры на текущий момент значит чтобы создать прибор учета на него нужно значит поставить радиомодуль который состоит в основном из пяти элементов и пятый элемент это остальное мы не будем про него говорить потому что это всякая рассыпуха которая стоит один доллар значит вот трансиллер так скажем сим или сим-чип так называемый потому что сим карта у нее свои минусы ее надо вставлять как она может выпадать может ржаветь промышленный вариант использование каких-то устройств мы считаем что это сим-чип он тоже стоит денег вот батарейки есть и там и там вот и в одном случае антенна есть другого нет значит как вы видите цифры различаются это объяснимо потому что как сказал коллега технология NBLT она может передавать большее количество данных это действительно так вот и в лето-счетчиках это действительно критично и когда-нибудь когда взор органов дойдет до конкретных счетчиков которые передают не будут какие-то проблемы но когда это будет мы не знаем я так скажу это может быть через год 50 это я говорю на практике давно ждем в исполнении очень многих разных ФЗ но поэтому уже технология более энергозатратная батарейка больше и дороже поэтому нужна дополнительная антенна поэтому трансивер дороже потому что он соответственно как-то нигде есть нет и вот нам как производителю который в принципе приходит с готовыми приборами сейчас и говорит вот пожалуйста возьмите счетчик воды который передает по воздуху сколько стоит 3000 рублей кла это врезание у меня там 400 рублей счетчик стоит а мне извините зачем у меня все в порядке и вот тут начинается понимаете а счетчик который будет еще дороже поскольку дальше мы переходим к связи связь есть она очень важна я с этим согласен но значит есть связь аутдор то есть это значит берет у окна или берет где-то в очень глухом месте например в подвале да значит суть в том что если узор где-то что-то не берет компании операторы они усилить это дело больше чем уже усилили смогут но я не знаю как это реализовывать потому что обращаться непонятно мне не берет мне тут не работает по моим счетчикам что сделать ну ждите вот в лоре есть вариант поставить свою базовую станцию поставил свою базовую станцию я все заработал то есть в смысле гибкости внедрения лора нам в данном случае понравилось больше вопрос оформления взаимоотношений то есть если даже есть оператор например в Казахстане если у нас в России есть телефон и так далее можно заключить договор и тоже там они будут брать какие-то деньги соответственно но надо заключить договор и там это будет все расчелкиваться как просто проходящие какие-то данные все очень просто значит с устройствами NBUD каждое устройство это грубо говоря абонент абонент с сим-картой и вот пока этот вопрос него четко на самом деле никто не ответил как заключать эти договоры в какой салон связи идти чтобы оформить свой счетчик понимаете а счетчиков может быть там ну привезите там у нас вот это большая большой дом тысяча сколько вот куда эти тысячи договоров ввести в какой износ как бы оформлять достаточно короче говоря проблематично наверное решат мы ждем вот так скажем ну сим-карта есть есть симульный там да да есть вот да значит значит и стоимость в принципе я вам показал пока это стоящие данные тоже дороже потому что это все закладывается в счетчик и он тоже становится выходит дороже потому что клиент он не будет вообще связи заниматься мы это уже мы продаем счетчик и он должен работать шесть лет и как-то передавать данные это клиент его вообще не волнует он не будет на что оформлять он должен получить работающий счетчик значит и что еще ну с данных потреблений можно разобраться за счет батарейки вот сложность оформления понятно ну что я могу сказать мы провели вот выбрали технологию Мурован сделали свои устройства ну картинки конечно страшноватые но извините как бы где стоят счетчики такие вообще дворовые на вас стоят мы мы с Московским ондоканалом провели пилотный проект последовательно с их счетчиками которые уже стоят причем и нашего производства и производителей и других российских мы поставили наш счетчик который передает по радио вот и в принципе мы получили данные которые нас радуют в течение шести месяцев по истечении шести месяцев показания на табло так скажем совпадали с показаниями на счетчиков и совпадали с они между собой то есть успешный пошел вот этот вот пилотный проект значит сейчас на текущий момент мы разработали и квартирные счетчики маленькие и сейчас пилотные проекты тоже мы по разным странам в том числе будем и странам из СНГ запускать и внутри страны вот например с компанией через их связь или через базовую станцию которую мы будем просто ставить сами потому что там например никого нет вдруг это может случиться это не так кстати дорого потому что 50 тысяч рублей на два новых дома которые охватывают однопазные станции это не так но внедрение не такой дорого спасибо коллеги я вот с точки зрения развития сети хотел добавить что сейчас выпустил предварительный релиз на сети Несмотря на то что протокол он еще не включен мы совместно с что зарабатывает этот репитер уже на базе то есть это обычное оконечное устройство который прошивается и работает как репитер и может на себя подключать до 16 близлежащих счетчиков а дальше через него можно еще нет вот только датчик как репитер подключает но еще дополнение буквально вчера анонсировал 50 долларов скажем базовая станция для того чтобы поставить на дом в котором 50 квартир 70 будет стоить коллеги у нас осталось буквально 5 минут поэтому вопрос до 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 вот мы кроме а так sente он из Людина нужны менты строим вот с нашей позиции. История с eSIM просто пока не ясна на уровне регулятора. Вы просто даже, наверное, больше к регулятору, чем к вам, но вы просто ближе к нему, чем все мы к этому самому регулятору. Есть какие-то новости кардинальные, потому что для нас это просто такой тормоз край и серьезный. Ставить симку куда-то – это сейчас не очень работает в нашей бизнесе. Ну, давайте отличим. От регулятора есть сейчас посылы. Если вы новости читали, то теперь Адванс решили завершить эксперимент с eSIM. Ну, и вообще задача министерства поставили, когда будут вопросы, рад зампуск и eSIM в России. Я думаю, что в следующем году это все разрешится. Да, в конкретных нет. Да, в конкретных нет, но, понятное дело, что там основные эти вопросы не в Минске. Да нет, на самом деле. Долго будет мучено. По одной простой причине, потому что в технологии eSIM у нее есть ряд требований. Ряд требований от кого? От производителей. Производителей eSIM-карты имеют пять компаний, значит, большая пятерка. Вот все операторы отечественные, там, мы МТС, Мегафон покупаем у них eSIM-карты. Ну, это как бы ценз такой. У них есть требования. Для того, чтобы установить некий софт, называемый Subscription Manager, у вас должен быть СОД, ФИР, там, 3+, там, сколько-то. В России таких СОДов нет. Раз. Первое. Второе. Все операторы, ну, так скажем, операторы eSIM-карты, которые производители, они выпускают этот Subscription Manager исключительно для своих СИМ-картов. Вот мы поставили СИМ-карты в G-Mite, а МТС живет на СИМ-картах. Все. Глин сошелся. Ни те, ни другие ничего сделать не могут. И СИМ как раз поединить, должна бы это проблема не решить? В том-то и дело, что нет. Почему? Ну, потому что, я же говорю, G-Mite выпустил для G-Mite. Все. У него Subscription Manager только на G-Mite работает. И его Subscription Manager находится во Франции. И только он может загрузить новый профиль. Все. А он и ЕС СИМ-карты, чтобы не быть привязанным? Ну, как бы у вас есть производитель, он диктует свои условия. Как в случае, например, с XNB, и все. У вас нет выбора. Либо это принимаете, либо нет. Как государство будет в этой плоскости размышлять? Пока там люди еще не поняли масштаб проблемы. И масштаб, который мы, как операторы, задавали вопросом. То есть, кто этим будет заниматься? Потому что Subscription Manager перенести в Россию. Это как бы не один миллиард долларов. Кто за это платить будет? Ну, пользователи? Окей, хорошо, давайте. Еще раз. Повысим цены, введем какой-то акцист а-ля MMP за переход между операторами с помощью ЕСИМа. Как будут действовать наши китайские друзья, которые выпускают приборы, которые вы ставите, да? Ну, мы же понимаем, что они все там производятся, там большей частью, да? Да, сделайте, конечно. Ну, хорошо, давайте так, что, не знаю, все ли в курсе или нет. Например, VQFN, так называемый SIM-чип, который впаивается, он впаивается в плату первую. То есть, понятно, что если вы делаете печатную плату, вы ее делаете сразу за SIM-карту. Поэтому, когда мы видим крупные проекты, обычно SIM-карты российские, они улетают в Китай каким-то образом, так сказать. исчезают из России, появляются в Китае, запариваются и возвращаются. Сюда уже в виде устройств. То есть, вот как этот механизм будет работать в России, никто не может на это ответить, потому что никто еще не погружался на этот вопрос. VQFN использует это исключительно для абонентского оборудования. Основной кейс на западе – IoT N2L. Ваш прогноз, как бы, не один год. Ну, как 5G, там, есть какие-то частоты, которые здесь свои, там, эти, значит, не можем… Россия просто не может лечь, как бы, взять и лечь нормально на европейскую, как бы, да, там, допустим, на европейский план частотный, европейский план IoT, европейские, как бы, какие-то ценности. Мы всегда выбираем что-то свое. И это накладывает отпечаток на все технологии, на все кейсы, которые мы смогли. Вот и ответ. E-SIM, он когда-нибудь, наверное, будет, когда мы все договоримся и поймем, кто разделит эти затраты. Бизнес-кейс. Коллеги, последний вопрос. Прочит он уже в ЛИТ. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Слав Широк. Компания «Эйвэлки» Рослава. У меня, по большей части, вопрос с компанией «УДЭСК». Наша компания занимается разработкой «ФРО» и «Харвара» в области технологических вещей, по большей части, конечно, «УЛО». Но как бы мы устраиваем свои механизмы различной работы в том числе с NBIT, как мы получили от МДС первую сим-карту. Мы в Ярославе стали первым клиентом, но за два месяца у нас эта сим-карта до сих пор не зарегистрировалась в сети. То есть так ли это так, что вы рассказали, что сеть развернута во всех регионах практически российской генерации? Кроме Рослава. Кроме Рослава. Да, кроме Рослава. Прошу во всех. Коллеги, у нас многие сейчас производители обращаются с вопросами по тому, как это должно работать. В большинстве случаев мы снимаем логи с устройства, выявляем проблематик, прошивки, параметры. Возьмите, дайте ко мне, отдайте контакты, пишите, посмотрите. То есть мы открыты в этом плане. Да, возникают сложности. Возникают сложности у коллег, мы просим логи с устройства дать и смотрим. В большинстве случаев в 90% это ошибка, именно самая ошибка. Мы просто даем логи с нашей базухи, когда мы совместно смотрим логи там выгода, понимаем, почему устройство не идет. У многих просто сейчас проблема, они 2G выпаивают, 2G, и считают, что все заработано. Чуть-чуть, чуть-чуть. Нет, у нас в ВИПе САЖ 2, то есть мы не писали. Да, но все странно, потому что вы словами пришли. А, я еще писали. Мы не вышли на нужные люди, да. Надо было святой водой после вора, правда. Ладно, коллеги, большое спасибо всем кто-то, за живую дискуссию, спасибо выступающим, и, наверное, на сегодня тогда все. Спасибо. 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 Спасибо.